Несмотря на то, что весь массив зеленой зоны на берегу реки Анапки принадлежит частным владельцам, с ранней весны на субботниках здесь наводят порядок тосовцы, работники культуры, все, кто неравнодушен к этому прекрасному месту отдыха анапчане. В сезон сюда по требованию главы отправляют специалистов городских мусороуборочных компаний. Станиславу Николаевичу Журавлеву, дошедшему в своих жалобах до высшей инстанции, как и многим жителям Анапы, хочется, чтобы землю вернули в муниципалитет. Сергей Сергеев объясняет, какая работа ведется в этом направлении уже не первый год. Мы подаем заявление в суд, суд нам отказывает, мы в апелляцию, апелляция отказывает, мы в касацию, касация отказывает нам, чтобы человек знал, потому что создается иллюзия, что мы ничего не делаем. Станислав Николаевич живет в Анапе 6 лет и ему трудно поверить, что весь земельный массив, отданный когда-то в частные руки, с целью его развития и создания здесь детского парка, поделен на кусочки, которые перепродаются не в первый раз. Все эти земельные участки, вот они находятся в собственности, вот как бы они идут в собственность, в собственность, в собственность. Не, ну вот это что у нас, это детский парк? Вот это детский парк? Это все детский парк? Нет, тут лесопарковая зона, детский парк живет до Анапы, я так понимаю, это все детский парк? Это все детский парк? А пыль страшная, пыль страшная, там тысячи людей, мне кажется, меньше на центральном, чем там, там вот сплошным потоком идут, и дороги нет. Заасфальтировать пешеходную дорожку или уложить тротуарную плитку, на чем настаивает Журавлев, невозможно на частной территории. Глава обещает вновь обратиться к владельцам земли с просьбой. Напишу письма с предложениями, своими, не вашими, собраться под нашим председательством и решить вопрос об укладке твердого открытия. Мы вам направим эти письма, копии, чтобы вы не думали, что мы ничего не делали. Но будет результат положительный, спасибо им. Не будет, есть предел возможностей, понимаете? Ну а за мусор, который незменно скапливается на участках сбойкой торговли, глава города дает задание своему заместителю штрафовать недобросовестных хозяев. Записывай, пусть Бузунова просматривает и штрафует их за санитарное состояние. Вот свалка есть, природоохранная прокуратура, три бутылки собралось, можно рассматривать как свалку. Вместе с жителем Анапы, радеющим за судьбу зеленой зоны, заместитель главы города Анжелика Бузунова прошла пешеходной тропинкой по детскому парку. Дала задание где-то скосить сорняки, где-то убрать поваленные деревья, вывезти мусор. Все эти работы начались незамедлительно. К сожалению, ни один из владельцев земельных участков к этой работе не присоединился. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...